Привет! С вами я, Виктория Исаева. И я здесь, чтобы напомнить вам. Жизнь прекрасна. Как вы все прекрасно знаете, я не верю в астрологию, никогда не доверяла гороскопам. Но недавно мне попалась очень интересная информация о психологии тех или иных знаков зодиака. Я по-прежнему не верю, что дата нашего рождения определяет наше будущее на эту неделю, на этот день или даже на всю жизнь, потому что в моей концепции будущее – это чистый лист, на котором любой знак зодиака может нарисовать то, что ему нужно. Но мне подумалось, может быть, дата нашего рождения действительно влияет на наш психотип, на те задачи, которые мы решаем, приходя в этот мир, и на те кармические уроки, которые мы проживаем. Поэтому я предлагаю вам вместе проверить достоверность этой информации. Давайте послушаем и изучим этот психологический гороскоп и проверим, насколько он соответствует действительности, и можем ли мы его как-то использовать для личностного роста. И сегодня речь пойдет об овнах. Овны – это первопроходцы, очень смелые и решительные люди. Люди, родившиеся под этим знаком, очень быстро и легко принимают решения, а главное решение, которое принимают овны, зачастую являются очень правильными и точными. Люди этого знака смелые и инициативные, они всегда уверены в себе, это типичные лидеры. Хотят они того или нет, за ними обычно легко идут другие люди, потому что они воодушевляют их своим энтузиазмом, своей динамичностью, своей целеустремленностью. Смелость Овна проявляется также в его умении говорить правду в лицо. Это очень искренние, честные, открытые люди. Они всегда скажут правду в глаза, они никогда не будут что-то обсуждать за спиной, и всегда скажут, да, эта юбка тебя действительно полнит, да, тебе лучше сделать так-то. То есть у них что на уме, то на языке. Они очень открыты и этим часто привлекательны. Из овнов получаются прекрасные руководители. Они могут не быть творческими гениями, но именно благодаря их руководительским способностям большинство творческих гениев добиваются вершин успеха. Овны – это продюсеры, это пиарщики, это менеджеры, это управляющие. Из них получаются великолепные сотрудники руководящих должностей. Они действительно могут достигать вершины карьерной лестницы и руководить огромным коллективом, потому что благодаря своим лидерским качествам и благодаря тому энтузиазму, который они сами проявляют, люди легко и охотно идут за ними. Они легко подают своим подчиненным хороший пример, и люди с удовольствием выполняют все их инструкции и действительно даже радуются таким руководителям. К сожалению, недостатки овнов вытекают прямо из их достоинств. Овны – это рабы желаний. Когда у овна нет одной четкой цели в жизни, когда у него нет одной страсти, которой он отдается, его захлестывает просто поток желаний. Его желания очень хаотичны, разнообразны и быстро перегорают. Они могут быть даже противоречивыми. И овен, будучи человеком достаточно импульсивным, очень мало думает и анализирует, быстрее бросается удовлетворять свое желание, не обдумав возможные последствия. Его энтузиазм и активность зачастую играют с ним злую шутку, потому что он сначала делает, а потом думает. Импульсивность не всегда идет ему на пользу. И опять же, когда желание его захлестывает, овен может быть достаточно эгоистичен, не считаться с мнением других, не считаться с их выгодами, с их комфортом, с их удобством. Просто действовать по принципу «я так хочу» и точка. К сожалению, желание овна может измениться или перегореть уже в следующую минуту, а необходимые действия уже были предприняты. Из-за этого вокруг овна зачастую воцаряется некий хаос. Ведь он лидер, он может подорвать кучу людей с ним на какое-то дело, в которое он на секунду поверил или которому он на секунду загорелся, а потом перегорел, и куча людей в недоумении стоит и ждет. А что же дальше? Овны достаточно нетерпеливы. Они живут по принципу «хочу здесь и сейчас» любой ценой и точка. В связи с этим, опять-таки, бывает, что овны проявляют враждебность, агрессивность и обидчивость. Когда их амбиции не удовлетворены, они очень болезненно это переживают и ударяются в агрессию, в саморазрушение, в какие-то негативные эмоции. Ну и кроме того, благодаря своей прямолинейности, которая, по сути, является достоинством, очень многие считают овнов бестактными и хамоватыми. Они настолько стремятся говорить правду, только правду, и ничего, кроме правды, в лицо, всегда и везде, что порой не задумываются о том, что их правда может ранить кого-то, обидеть кого-то, задеть. Им кажется, что они поступают правильно, но со стороны люди могут считать их бестактными и грубыми. Овна – три основные задачи в этом мире и в этой жизни. Первая – это найти свое призвание. Овны – это не люди слов, не люди размышлений. Овны – это люди действия. Поэтому с их огромной неуемной энергией им очень важно сразу направить ее в мирное русло. Овин, у которого есть цель, прекрасен. Он действительно меняет этот мир к лучшему и действует как первопроходец. Вторая задача Овна – это осознанно относиться к своей роли лидера. Поскольку за Овном легко идут люди, желает он того или нет, очень важно подходить к этому ответственно и понимать, что ты отвечаешь не только за себя, но и за тех, кто за тобой последовал в какой-то мере. Поэтому, опять-таки, очень важно направлять свои стремления на какие-то влаги и цели, на изменение мира, себя, своей жизни к лучшему. И третья задача Овна – направлять свою воинственность в мирное русло. Овин – это огненный знак, это первопроходец, это воитель. Очень важно, чтобы он воевал не со своими близкими или с самим собой, чтобы он воевал с достойным соперником. Часто Овны воюют с несправедливостью и побеждают. Часто Овны воюют с ЖКХ, с правительством, с каким-то несправедливым строем и побеждают. Очень важно найти свои битвы, свое поле и быть воином света, а не воином тьмы. Эту информацию о психологии знаков зодиака я нашла в книгах у Тамары Шмидт. Очень классный автор, очень интересные книги, искренне рекомендую. Ну что ж, если вам понравилось, если вы хотите, чтобы я сняла видео и про психологию других знаков зодиака, обязательно ставьте лайк и делитесь моим видео у себя в социальных сетях. А в комментариях, пожалуйста, напишите мне, похож ли этот психологический портрет на тех Овнах, которых вы знаете. Мне очень интересно, потому что, вы знаете, к астрологии я отношусь скептически и предпочту проверить все на коллективном опыте. Ну вот, собственно говоря, и все. Большое спасибо, что посмотрели. С вами была я, Виктория Исаева. И помните, я вас люблю, и вы ничего не можете с этим поделать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!